Работяги приехали. Блин, какие кабаны. Извини, манишек. Моё почтение, друзья! Меня зовут Влад Шрейдер, и добро пожаловать в Beholder! Знаете, в детстве нас учили, что ябетничать, стухачить, доносить, писать... всякие малявы. Это очень плохо, в принципе. Ну, если, например, убивают человека, то почему бы не позвонить в полицию, чтобы не было преступления? Так, нужно делать. Так делают нормальные, добропорядочные граждане. Но! Сегодня нам нужно забыть все эти стереотипы, предрассудки и стать настоящим доносчиком. Вы смотрите, прямо сразу из менюшки понятно. Мы сегодня будем настоящим стукачом! Прямо как старые добрые, а? Исходя из этого, мы сегодня станем профессиональным вояристом. А сегодня вам всем привет передает Родион Кекс! Королин the world! Видишь, Родион, недолго нужно было ждать. Просто нужно упорство. И что-нибудь еще. И вуаля! Профит, ты попал прямо к нам сюда! Я, ребят, напомню, если кто-то хочет передать привет в следующем видео, вам нужно просто репостнуть это видео с бенстраниц в ВК. И тогда случайным образом попадете прямо к нам сюда, в охранщик! Ну что, пора доносить! Камеру можно перемещать, бла-бла-бла. Возьми, Карлштейн! Райда сообщит, что ваше назначение и должность управляющего доходным домом класса Д, находящегося по адресу 6 Крушвицца, одобрено. А мы... Тебе в Польше, что ли? Или где-то там? Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам и вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома. Что-то как-то... Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили на медосмотре, подавляет необходимостью в ночном отдыхе. Мне нужен этот препарат! Прочно! Нужно под капельницу лечь. Это позволяет вам посвятить больше времени служению Родине. Рады приветствовать вас в рядах элиты госаппарата Министерства распределения. Чудо! Уважаемый Карлштейн, рады сообщить, что ваше назначение на должность управляющего доходным домом класса Д, находящегося по адресу 6 Крушвицца, одобрено. Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Короче, зря я все это читал. Нам показывают видео. Во имя Родины всех предателей за решетку. Квартира на цокольном этаже дома. Ссылку! Мне плевать, что с ними будет, главное, чтобы у Родины было все хорошо. Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили на медосмотре, подавляет необходимость в ночном отдыхе. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родине. Забавно. Эх, эти времена! За партию было написано, да? Это какое-то тоталитарное государство. Или авторитарное. Вот эти вот мерзкие склоки, когда каждый на каждого может донести. Никому бы не хотел пожелать оказаться в такой ситуации. В такой стране, в таком месте, где ты должен быть на стороже. Всегда. Видели у него разные... очечки были? Рады приветствовать вас в рядах элиты госаппарата. Министерство распределения. Я не под видос. Да, подглядывать я люблю. Это да, это правда. Это супер. Лезть в чужую жизнь это ужасно, чуваки. Вот честно, что я думаю? На самом деле лезть в чужую жизнь это ужасно. Это отвратительно. Никогда так не делайте. Потому что вы, во-первых, нарветесь на неприятности. Во-вторых, скорее всего, вам надерут жопу. И третье. Если с вами не произойдет ничего из первых двух, то, скорее всего, у вас настигнет какая-нибудь жопа потом. Если, конечно, у вас не атрофировано чувство морали. Или вы не извращены настолько, что можете подглядывать за людьми. Че-то я загнался. Ладно, ладно. Окей, мы же просто в игру играем. Это начальник. Нажмите на него, чтобы начать диалог. Сообщая, что персонаж готов вам задание. Окей. Вы должны быть Карл. Добрый день. От имени Министерства Порядка приветствую вас на новом месте работы. Что здесь происходит? Мы переводим мероприятие по обработке зданий от вредителей. Не обращайте внимания. От крыс. Я согласен. Как скажете. Ваш предшественник не справился... Я так и... Вот я знал, что этот чувак был на моем месте. Не хотелось бы, конечно, оказаться там, где он сейчас окажется. Ваш предшественник не справился с простейшей работой. А если человек, будучи на ответственной должности, не справляется с элементарным заданием, вывод может быть только один. Он сделал это умышленно. То есть стал вредителем. Если ты не за нас, ты против нас. Знакомая, честно говоря, мысль от этих вот все. Теперь все, чем занимаются жильцы этого дома, ваша ответственность. И по словам все, вы подразумеваете. По словам все, я подразумеваю абсолютно все. Вы будете следить за каждым их шагом. Фиксировать любую подозрительную деятельность. Если, конечно, хотите зарекомендовать себя с хорошими... С хорошей стороны. Блин, что-то я пропустил. А если планируете стать отличным наблюдателем, то рекомендую записывать их хобби и увлечения. И просто разговоры. Как я буду это делать? Вам нужно наблюдать и записывать. В этом помогут камеры наблюдения. Но давайте по порядку. Карл, у вас есть опыт управления в домом? Нужна ли вам моя помощь? Эх, эти обучения. Ладно, показали нам тренировочку. Вот здесь у нас главное менюшка. Все, что нам нужно знать. Вот бабки. Вот время. Первое сентября. Дата. Вот мы, наш начальник. И семья. Патрикштейн, Марташтейн и Аннштейн. А мы Карлштейн. И знаете, все это мне напоминает 1984. Только там, конечно, госаппарат был гораздо сложнее. Воздействие на само население было куда масштабнее, чем просто слежка к каким-то дому управляющим. Но, тем не менее, это очень сильно напоминает тот мир, который описал Джордж Оруэлл. Главное, чтобы нас не пристрелили к чертям за что-нибудь. Так. Прошлому работнику здесь дали две камеры. Я должен взять, обучить рабочий стол. Вот, пойдем сюда. А, и ходит он... А, нет. Я думал, он так просто не ходит. Обыскать. Две камеры. Нажмите на предмет, чтобы взять все. Ок. Пойдем вернемся к нему. Как он смешно ходит. Че ты сказал? Пройдемте в столовую. Я пропустил. Ну, пойдем. Нажмите на сигнализацию, выберите камеру, которую можете установить. Вот. Установим здесь камеру. Чтобы за нами следить. И чтобы они следили уже за нами. Готово. Вижу, что пока вы неплохо справляетесь. Вот ваша первая награда. Неплохо, накинули бабок. За деньги вы можете покупать необходимые предметы в магазине. За очки авторитета, камеры для наблюдения за жильцами в доме. Очки авторитета, это ваша репутация. Их платят за выполнение заданий. Вы можете использовать их в личных целях. Например, для убеждения. О, прям неплохо. То есть здесь все средства хороши. Мы не только будем следить, мы еще и будем подставлять. А потому министерство может закрыть глаза на подлог улик или на шантаж, в случае если это поможет вам достичь результата. Я сделаю все возможное, никаких вопросов. Это работа мечты. Мне нравится ваше рвение. Мы не медлите. Если звонком в наше ведомство, вы сможете получить любой совет от своего мудрого куратора. И последний ключ, который я вам дал, подходит ко всем дверям в этом доме. Это как от домофона, знаете, универсальные ключи. Получается, что ключи всех жильцов от их дверей подходят к замкам дверей всех остальных. Только убедитесь в том, что жильцы вышли из квартиры, прежде чем в нее заходить. И многие наши граждане все еще пребывают в уверенности, что частная жизнь это их личное дело. Многие пребывают, то есть они еще не в курсе, да, где они оказались. Пусть пока так и будет. Приступайте к работе. Вот наше насущное задание. А вот директивы, которые нужно обязательно выполнять. Иначе нас тупо уведут, как прошлого работника. Директива номер 1388 от 1 сентября 1984 года. То есть тут даже не налоги. Тут прямым текстом говорят, где мы, черт возьми, оказались. Вот только в океане. Ну, это не важно. Так, запрещено укрывать преступников. Запрещено производство агитационных плакатов. Вступление в должность. Начальник сказал позвонить в министерство. Ну, давай, позвоним. А что ты стоишь-то? Иди звони. Позвонить. Министерство порядка. Ваш звонок принят. Здравствуйте, Карл. Вы знакомились с основными должностными инструкциями. Готовы получить задание? Готов. Установите наблюдение за жильцом из квартиры номер 2. Там проживает Яков Манишек. Необходимые камеры вы сможете купить в государственном магазине. Соблюдайте осторожно. Заходите в квартиры с жильцами, когда их нет дома. Ага. О, это наш домик. Похоже на как достать соседа. Только это не как достать соседа, а как подставить соседа. Номер 2, да? Вот номер 3, номер 4, номер 2. А вот и я. Что могу сделать? Видимо, открыть, постучать, посмотреть. А тут вообще никого нет. Вышла новая директива. Все яблоки подлежат немедленному уничтожению. Что, санкционные продукты, да, опять давить будете? Ну ладно, это же моя работа. Установите наблюдение за яг... Ой, ой. Я просто тут, знаете, осмотрю владение. Залетай. Пум-пум-пум. Там же вроде никого не было. Я же не купил камеры! А-а-а, как мне их купить? А, вот шоп. Купить. Купить. Готово. Соберите информацию о какой манишке. Смотрите камеры. Обыск. Там никого нет. Ну, можно зайти. Сейчас мы сюда камер бахнем. Куда их можно бахнуть? О, сюда. А нафига я две купил? Непонятно. Тут всего одно место. Э-э, обыскать? Ну, давай, на книжной полочке, может, что есть. Никто не идет? Нажмите, например, чтобы увидеть описание. Некоторые предметы в описании несут информацию о своих хозяевах. Понятно, нифига нет. Разбитая бутылка. С острыми краями. Подожди, это кто? Это не наш клиент. Обыскать. Ну, бутылка и бутылка, что с того? Стул обыскать можно. Ой, ой, ой. Что происходит? Что происходит? Пауза. Преступление, наказание. 40 часов. Произведите обыск. Я уж произвел. Соберите информацию. А как собрать-то? Я же вроде обыскиваю. Подожди, подожди, подожди. Не-не-не. Я ускорил время просто. О! Отлично! А-а-а, можно своровать. Играет в азартные игры, ясно. Описание играет в азартные... А-а-а, вот, играет в азартные игры. Все, ясно, все. Все, наконец-то получилось. Позвоните в министерство. Поехали, пойдем, позвоним. Набрать номер. Отчитаться от заданий. Министерство правопорядка. Поздравляем, успешно выполнили ваше первое задание. На ваш счет пришла премия в размере 500 долларов и 50 очков авторитета. Вы получили информацию, Яков Манишек нарушает директивы правительства. Понятно, теперь мне дали 500 баксов и еще полтос очков. Яков, а на кого надо кидать? А, вот Яков. Здравствуйте, мистер Яков. Он на ниндзю похож немножко. Если он будет что-то плохое делать, то здесь загорится и мы узнаем. Ясно. Чего он делает? Производит наркотики? Опа, досвидули. Нарушение директивы номер 6040. Пора бы накатать рапорт. Яков, Яков. Так, рапорт. Гражданин Яков Манишек, проживающий в квартире номер 2, нарушил директивы номер 6040. От 2 сентября. Скорее всего, от 1 даже. Ну ладно, пусть это 2. Отправить. Все. Это все? Работяги приехали. Блин, какие кабаны. Извини, Манишек. Ну, производит наркотики, согласен. Такого и не грех засадить было. Считали, мы сделали доброе дело. Его просто поколотили и ведут в тачку. Пойдем хоть проводим его. Как-то они его медленно ведут. Может поговорить с ним? Новая директива. Запрещено распевание песен на площади перед министерством прям в порядке. Яков, ну как же так? Я же доверял вам! Карлова варка. Работать на благо государства, это не зазорно, однако, однако, если ты не стучишь. Но в данном случае это всего лишь способ, чтобы выжить. Иначе, собственно, нам конец. Как к прошлому домуправляющему. Я напомню, ребят, чтобы передать привет в следующем видео, вам нужно просто не посмотреть это видео с меня на страницу в ВК, тогда случайным образом вы попадете прямо к нам, что там в экранчик. И спасибо, ребят, что были со мной. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, если вам понравилось видео. А также подписывайтесь на баблик ВКонтакте. Ссылка будет в описании со всеми другими ссылками на другие планы, на все другие видео. И до скорого!